Библейский портал экзегет.ру представляет Ну и вот все теперь осталось расставить по местам и осветить, потому что эти предметы, они священные, и не просто так они будут стоять, они будут использоваться для поклонения Богу. Господь сказал Моисею в первый день первого месяца, еще и начало года, который тогда был весной, поставь скинье в шатер встречи, внеси туда ковчег завета и закрой его завес. Я напомню, что отдельное помещение, самое священное, оно закрыто завесой, там стоит ковчег завета и больше практически ничего. Внеси туда стол и расставь на нем все, что нужно. Принеси светильник и расставь на нем лампаду. Это, соответственно, в более внешнем помещении, да, есть святое, есть святое святых. Пред ковчегом завета поставь золотой жертвенник для воскурения. На входе в скинье повесь полок. Предходом в скинье шатер встречи поставь жертвенник для всесожжения. Между шатром встречи, здесь это однозначно тоже, что и скинье, хотя мы видели место, где, кажется, это другой был шатер, но под тем же названием. Шатер, где они встречались с богом, пока не ставили скинье, видимо, другой был шатер, такой вот рабочий, временный. Предходом в скинье шатер встречи поставь жертвенник для всесожжения. Между шатром встречи и жертвенником поставь чан, наполни его водой. Вокруг устрой двор, а в воротах двора повесь полок, то есть двор — это огороженное пространство. Затем возьми масло для помазания и помажь скинье все, что в ней есть. Освяти скинье всю ее утварь, и они станут святынью. Помажь также жертвенник для всесожжения и всю его утварь. Освяти жертвенника, он станет святыней святыней. Помажь чана, его подставку, освяти их. Вот освещение проводится через помазание масла особого рода жертвоприношения, когда человек, но предмет, скорее, через помазание масла. Потом приведи Ароны с сыновьями ко входу в шатер встречи и омой их. Надень на Ароны священной одежды и помашь его, освети его, чтобы он стал моим священником. Он с сыновьями уже, на самом деле, посвящен до строительства скинии. Это особый обряд, связанный с жертвоприношением, но в скинии его тоже надо как бы ввести. Приведи его с сыновей, надень на них рубахи, помашь их, как ты помазал их отца, и они будут моими священниками. Это помазание будет означать, что священническое звание принадлежит им навеки, из рода в род. Моисей все сделал в точности так, как повелел ему Господь. В первый день, первого месяца, второго года, скиния была поставлена. Моисей поставил скинию, наложил опоры, установил на них рамы, соединил их по ереклазинам и установил столбы, накрыл скинию покровом, а сверху сделал покрытие, как повелел ему Господь. Вновь он подтверждает наш представатель, что полностью все, как было показано и сказано. Моисей взял завет и положил его в ковчег. Заветом, видимо, имеется в виду, называется здесь две каменные таблицы, скрижали с текстом десяти заповедей, которые, собственно, и составляют основной текст завета. Прикрепил к ковчегу с шестой и возложил на него навершие. Навершие — это вот крышка с херувимами. Внес ковчег в скинию и повесил завесу, закрыв ею ковчег завета, как повелел ему Господь. Вот тем самым закрыл внутреннюю часть святой и святых от всех, даже от священника, который будет заходить в переднюю часть святилища. «В северной части скиния и шатра встречи Моисей поставил перед завесой стол и разложил на нем хлеб пред Господом, как повелел ему Господь. В южной части скиния и шатра встречи напротив стола Моисей установил светильник и расставил на нем лампады пред Господом, как повелел ему Господь». То есть вот эти две стороны, с одной стороны стол, с другой светильник, это, в общем-то, та же утварь, что в доме кочевника, бедуина, но только очень роскошная, большая и драгоценная. «В шатре встречи перед завесой он поставил золотой жертвенник и воскурил на нем благовоние, как повелел ему Господь». Это вот такая жертва внутри святилища. «На входе в скинию он повесил полок. У входа в скинию шатер встречи он поставил жертвенник для всесожжения и совершил на нем всесожжение и хлебное приношение, как повелел ему Господь. Между шатром встречи и жертвенником он поставил чан и наполнил его водой для омовений. Моисей, Арон и сыновья Арона омывали в нем руки и ноги, когда им нужно будут войти в шатер встречи или подойти к жертвеннику, как повелел Моисею Господь. Вокруг скинии жертвенник он установил двор, а в воротах двора повесил полок. Ну вот, все закончено, все обустроено. Будет ли какой-то момент, когда мы действительно поймем, Моисей поймет, израильтяне поймут, что Господь это принял, что он пребывает с ними. Завершил Моисей свой труд, и облако скрыло шатер встречи, и слава Господне наполнила скинию. И не мог он войти в шатер встречи, ибо облако окутало шатер встречи, и слава Господне наполнил скинию. Вот действительно этот момент происходит. Что такое слава Господне? Для нас это такое абстрактное понятие. Вот Господь славен, слава Господне — это то, что мы о нем знаем, говорим, другие люди нас слушают, да, это слава. Для них слава — это что-то прямо материальное. Ахматова писала, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. Вот какое-то явное сияние, как у Ахматовой в стихах, здесь не названо какое, но ощутимое. Когда это облако над скинией поднималось вверх, сына Израилева отправлялись в путь и совершали очередной переход. Кстати, как было с самого момента их исхода из Египта, столб облачный днем и огненной ночью. И вот здесь этот столб присутствует, но уже в связи со скинией. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места и ждали дня, когда оно поднимется. Днем на скинии стояло облако Господне, а ночью в этом облаке горел огонь, и это видели все израильтяне. Так было всегда во время их странствий. На этом заканчивается книга «Исход», и тем самым показано, что да, вот они путешествуют не просто так сами по себе, но это их шествие через пустыню к обетованной земле, и что невзирая на все те проблемы, которые там были, невзирая на их золотого тельца, которого они установили, невзирая на их ропот, зачем это, как это, куда мы идем, что происходит. Господь остается с ними и каким-то образом терпит этот народ. А в Пятикнижии еще три книги. Да, Левит, Числов, Таразаконие. И в них вот будет примерно та же самая история. Они странствуют по пустыне, с ними что-то происходит, Господь их постоянно чему-то учит, и они его искушают, они пытаются каким-то образом упрекать Моисея в том, что он вообще вывел их из Египта, здесь нет воды, еды, здесь не та еда, здесь вообще нас убьют скоро, куда нас ведут, все плохо. Обычная история про людей, да? Но Господь остается с ними. Вот книга Исход — это, по большому счету, главная книга Ветхого Завета, потому что в ней появился договор, завет, вот то, что мы и называем Ветхим Заветом, договор Бога с израильским народом. И эта книга не просто излагает текст договора, она описывает, почему этот договор состоялся именно тогда, там и на таких условиях. Она описывает Пасху как день заключения этого договора. Египтяне теряют своих первенцев, израильтяне сохраняются, и более того, израильтяне — это и есть первенец Бога. Она приводит, эта книга, текст договора, десять заповедей, те законы, которые идут дальше. Будет много других законов. Книга Левит вся про законы, следующая книга Библии. Но вот самое главное ядро здесь. И она показывает, как законы были восприняты. Еще не успели израильтяне получить эти законы, а уже сделали золотого тельца. А уже отказались, по сути дела, от встречи с Богом. И Бог с ними все-таки остается. Вот в книге «Исход» в миниатюре все то, что есть вообще в Ветхом Завете. Предыстория Завета. Книга Бытия — это же предыстория Завета. История, как Завет был исполнен. Все последующие книги — это история, как Завет был исполнен. Точнее сказать, как Господь его исполнял. А люди, ну, когда, как, чаще нет. И вот эта удивительная история отношений Бога и его народа, она здесь уже в миниатюре вся представлена. Завет, отказ от него ради поклонения золотому тельцу, возвращение в него роль Моисея, как вождя духовного пророка, как в том числе и государственного, политического лидера. Государства еще нет, но, скажем, племенного лидера израильского народа, который одновременно ведет их и учит, и пытается упросить Бога их не уничтожать, хотя есть все основания это сделать. И ритуалы, да, жертвоприношения, которые уже начинаются, которые очень подробно здесь описаны. Вот книга «Исход» в миниатюре «Весь Ветхий Завет». «Исход» в миниатюре «Весь Ветхий Завет» «Исход» в миниатюре «Весь Ветхий Завет» Продолжение следует...